Большой Московский Цирк Несмотря на то, что на все представления цирка собираются полные залы, братья Запашные постоянно стараются придумывать что-то новенькое, чтобы порадовать своих зрителей. Вот так несколько лет назад и родилась идея проводить открытые репетиции. Если в первый раз пришло не так много зрителей, то сейчас на репетиции тоже полный аншлаг. Ну что, ребята, мы уже с вами зашли в зал, зрители занимают свои места и уже сразу видим, что подготовлен какой-то номер. Поэтому будем смотреть. Ну а в роли ведущих этой репетиции выступили сами братья Запашные. И правда, ну кто лучший руководитель цирка сможет рассказать зрителям, как здесь все устроено. Действительно, на открытой репетиции все отличается от привычного нам представления. Здесь, конечно, есть костюмы у всех выходящих на манеж, но они спортивные. Удобные, чтобы можно было отработать номера. Так как здесь много номеров, которые только отрабатываются, основная масса номеров исполняется со страховкой. Но артист может попробовать отработать номер и без нее. И, кстати, здесь можно увидеть одни из самых сложных номеров. Давайте спросим у руководителя номера подкидных досок, как происходит эта магия. Я слышала, что работать в цирке, это там нельзя прийти как в офис в девяти и уйти в шесть. Ведь так? Расскажите немного вот об этом. У нас репетиции проходят ежедневно. Постоянно, каждый день в разное время. Репетиция длится от полутора до двух часов примерно. Но до этого они должны прийти за час разминаться. У них ежедневно должна быть разминка. После репетиции у них тренажерный зал, также час. А вот вы руководитель, получается... Номера подкидные доски девочек. Да. А вот как вы распределяете роли? Кто толкает, кто летает и так далее? Мы специально эти роли подбираем людей. То есть люди, которые отбивают, прыгают с тумбы на доску, они должны весить от 70 килограмм где-то. Люди, которые прыгают, естественно, должны быть легкими, и они должны быть спортсменами. То есть тяжело человека с нуля научить прыгать. Которые прыгают, они должны быть со спорта. То есть самые идеальные подкидные доски, это прыжковых видов спорта. То есть прыжки на батуте, прыжки на дорожке, прыжки в воду. Этот спорт, он... Ну вот оттуда лучше всего брать не будет. А вот сколько весит подкидная доска? И вы ее как-то сами сооружаете? Подкидная доска весит в районе 60 килограмм. Это? Сейчас его такое. Большое? Да, очень. Я считаю. Она состоит из фибрикластовых шестов, с которыми спортсмены прыгают в высоту. Вот эти шесты, в доске их 9 штук, смотанные в связку по 3. И эта вся потом конструкция ставится на станину. Железная такая конструкция, на которой она стоит. Вот она самая тяжелая, станина железная. Вот, да, мы так собираем. Вот так. Все своими руками. Зато все точно проверено. Ну а пока мы разговаривали, здесь уже следующий номер показывают. Сейчас мы с вами смотрим акробатов. Это происходит прям... Мы задерживаем дыхание, потому что всегда страшно за артиста, который делает. И сейчас строится какая-то очень странная конструкция. Я просто сейчас повернусь и ничего не понимаю. Будем смотреть. И действительно, что это за столы такие? Ведь в цирковых номерах я таких не видела. Они же некрасивые. Хотя мы же с вами на репетиции. Зачем использовать реквизит для представлений? В самом шоу эти столы заменят... Что угодно. Ну, например, машины или паровоз. А именно, на столах можно отработать любой номер. Ну а вот на сцене появляется подрастающее поколение. Конечно, каждый знает, что в цирке есть очень много династий. Но это когда у тебя родители, бабушки, дедушки работали в цирке. Смотрите, какая маленькая и что вытворяет. Мне кажется, ей уже можно участвовать в шоу. Я бы хотела такое в 8 лет вытворять. Мне 11, я даже колесо делать не умею. Да, эти аплодисменты точно заслужены. Сейчас будут кони. Очень круто. Я их просто обожаю. И, кстати, для этого номера вызывают добровольцев. И можно выиграть билеты в цирк. Смотрите, как ловко Аскольд запрыгивает на лошадь. Ну что, кто сможет повторить? Ну, я, например, готова попробовать. Смотрите, вот она я. Но участвовать могут только взрослые. Так как это немного, но все же опасно. А безопасность здесь превыше всего. Ну что ж, буду завидовать вам с трибуны. Ну и, конечно, болеть за вас, чтобы все у вас получилось. Итак, страховка закреплена. Первая попытка. Но нужно встать. А здесь бы на лошадь забраться. Хотя, похоже, и здесь не так уж все просто. Мне кажется, даже вот не вставая, девушка получила очень крутые эмоции. Во-первых, она прокатилась рысью. Это уже для меня достижение. Я училась этому месяц, чтобы нормально катиться и не падать. А, в принципе, встать, это, мне кажется, что-то невероятное. Но она еще и полетать успела. Как воздушная гимнастка прям. Ну и на гимнастов мы с вами посмотрели. Что же у нас дальше по программе? Конечно, животные. Смотрите, какие классные слоники. Ну а точнее, слонихи. Кстати, сейчас вы можете понаблюдать, как взрослые учат малышей. Еще совсем небольшой слоненок учится у своих взрослых коллег выполнять трюки. И, кстати, неплохо справляется. Именно так животным легче адаптироваться к номерам. Смотрите, это же Ева Запашная. Прямо на трибуне общается с маленькими зрителями. Где такое еще увидишь? Проще говоря, слоники могут сделать все, что ты захочешь. Если их правильно научить, если с ними дружить. То есть слоники тебя просто слушаются. И ты придумываешь трюки, и они их выполняют. Вот что для тебя вообще, в принципе, значит цирк? Цирк для меня – это моя жизнь. Мое второе, может, как сказала Дарья Пурчинская в одном интервью, это уже даже не второй, а первый дом. Здесь я провожу все свободное время. Сейчас в школе у меня начались каникулы, и в цирке сегодня я с 7.30 утра. Вот. И летом с 7.30 до 9 часов вечера каждый день репетировала, работала, ухаживала за животными. Все время проводила в цирке. А вот ты сама решила работать в цирке, или тебе родители сказали? Ну, изначально у меня, получается, родители водили в цирк, потому что, ну, получается, сами работали. Сейчас я уже самостоятельно, наоборот, их заставляю меня отвозить на работу. А вот тебе нравится все, что здесь происходит? Да. Кем ты вообще работаешь здесь? Я работаю акробат. Акробат, ну, чуть поподробнее, акробат на дорожке, акробат на батутах, эквилибрист, жонглер, джигит, жокей. Также занимаюсь актерским мастерством, работаю дрессировщицей, работаю с кула-хупами, это обручи. Вот. Также все, практически все виды танцев, хип-хоп, современные, балет, ну, и многие другие. А вот твой папа дрессировщик. А ты когда-нибудь заходила в клетку к тиграм? На самом деле я заходила в клетку, но не к тиграм, а к маленьким тигряткам. Летом, как только у нас появились маленькие тигрята, я часто проводила с ними время в клетке. Но я больше как-то их не дрессировала, а с ними, скажем так, стажировалась у папы. Он мне рассказывал про поведение животных, как они могут себя повести, много всего интересного рассказывала, чтобы я могла в будущем стать дрессировщицей. Представление, которое идет у нас сейчас в цирке, страшная сила. Я работаю в нем полноценных четыре номера, один из которых джигитовка. В джигитовку, то есть работа на лошадях, я вышла буквально пару месяцев назад. Но с более серьезными трюками три недели назад всего. Вот, поэтому, скажем так, этот номер я репетировала около семи лет. Поэтому для меня было огромное счастье, когда мне разрешили поработать уже на манеже со зрителями в спектакле. В девять или десять лет я вышла в свой первый основной цирковой жанр, канатаходство. Я была верхней, то есть высота самого каната была около восьми метров, плюс еще двое взрослых мужчин держали меня на себе. То есть высота была, скажем, около до пятнадцати метров. А вот как ты совмещаешь школу с цирком? В цирке же обычно проводишь с самого утра до самого вечера, если там работаешь. В цирке я провожу время с самого утра, если у меня нету школы, то есть это каникулы, лето, праздники, ну и так далее. Сейчас я учусь в седьмом классе, и у меня начинаются более сложные предметы. Алгебра, геометрия, физика. И сейчас мне немного, честно говоря, тяжеловато. Но обычно я учусь в школе, еду, я еще учусь также в музыкальной школе. Музыкальная школа и сразу в цирк. То есть как-то получается совмещать. А когда ты домашку делаешь? Домашние задания я делаю ночью. Ночью или в перерыве, если у меня есть часик перерыва, я делаю домашние задания в манеже, во время репетиции, в гримёрке. Ну и вообще, когда есть окошко свободное. Ну, в принципе, как и все дети, которые чем-то занимаются. Да, которые тоже работают в цирке. У нас так все дети в цирке учат. О, а вот и тигряты. Интересно, это про них Ева рассказывала? Круто вы подросли с лета. Хотя, конечно, это уже взрослые тигры. Кто из вас думает, что их здесь мучают? Посмотрите, как котику чешут животик. Ну, милота же. Мне кажется, киса вполне довольна. На репетицию в манеж выгоняют всю банду, включая львов, которые срывают много аплодисментов, выполняя разные трюки. Они, кстати, и на задних лапах ходить умеют. Хотите назад, хотите вперед. В принципе, могут и хомячками прикинуться. Кстати, этот трюк в последний раз они делали два года назад. И до сих пор его помнят. А этот прыжок Аскольда на льве занесен в Книгу рекордов Гиннеса. И мы видим его своими глазами. Но как бы нам не нравилась эта репетиция, как и любое представление, она заканчивается. И в финале можно посмотреть, как большие кисы кушают. Давайте пожелаем им приятного аппетита. Приходите в цирк и смотрите на все своими глазами. Ведь тут и правда происходит настоящая магия. Ну а репетиция это тоже отдельное шоу. Редактор субтитров А.Семкин